Свет знаний в конце тоннеля Карачаево-Черкесского госуниверситета. В старейшем вузе республики в Кычагу имени Умара Алиева установлены первые в нашем регионе дезинфицирующие кабины. Подробнее об этом расскажет Ахмат Халкечев. Карачаево-Черкесский государственный университет в период пандемии ни на один день не прерывал свою работу. Хоть и большая часть сотрудников выполняла свои обязанности в удаленном режиме, но значительная часть коллектива вуза все же находилась на рабочем месте. А еще с введением ограничительных мер более полутора тысяч иногородних и иностранных студентов в Кычагу осталось в Карачаевске. Исходя из сложившейся непростой ситуации, руководство вуза приняло комплекс мер по обеспечению безопасности сотрудников и студентов в разгар коронавирусной инфекции. В период особого режима многие соблюдали режим самоизоляции и их обеспечивали продуктами и средствами индивидуальной защиты. Продуктовой помощи была розвана почти на 60 тонн продуктовой помощи. Масок от них, в том числе и нашим сотрудникам, и нашим горожанам, было роздано бесплатно более 60 тысяч масок. Очень много дезинфицирующих средств, которые изготавливали здесь сами, в нашем ситуационном центре. Создавали здесь, формировали фонд, специальный фонд поддержки студентов и обучающихся нашего университета. То есть не только сугубо университетские деньги, но и добровольные пожертвования отдельных людей. Еще, чтобы свести к минимуму риски распространения коронавирусной инфекции, ситуационным центром университета были сформированы волонтерские отряды, в работы которых активно влились и иностранные студенты. Добровольцы раздавали маски, организовывали дезинфекционные посты возле социально значимых объектов, которые не приостанавливали свою деятельность в период особого режима. Наша первая задача была в том, чтобы наши студенты, наши сотрудники соблюдали режим самоизоляции. И можно сказать, что те меры, которые были предприняты, позволили им соблюдать режим самоизоляции в полной мере. Ну а с переходом Карачаевой-Черкесии ко второму этапу снятия ограничений сотрудники и студенты все чаще стали посещать университет. И руководство вуза приняло решение перейти к более масштабным мерам профилактики. Приобрели три дезинфицирующих тоннеля. Внутри установлена система распыления, которая позволит еще тщательнее производить обработку. Тоннели есть в главном корпусе университета и на входах в общежитие. Конечно же, мы руководствуемся высокими целями. Безопасность для нас важна, но не без холодного расчета. Наши специалисты посчитали, используя методы математического моделирования, один вложенный в здоровье и безопасность наших сотрудников рубль поможет в среднесрочной перспективе сэкономить 2,3 рубля. И мы здесь не только вот такой позыв души, но еще и холодные достаточно расчеты. Помимо дезинфицирующих тоннелей, всем производят термометрию и обязательно обрабатывают руки специальным раствором. Еще когда мы заходим оттуда, и еще нам измеряют температуру, если температуру нормы пускать, если уже не в норме, уже вызывают скорую помощь и отправляют на лечение. В свои временно принятые меры позволили не заразиться коронавирусной инфекцией ни одному из полутора тысяч иногородних и иностранных студентов, а также сотрудников, обеспечивавших беспрерывную работу госуниверситета. Ахмар Халкищев, Расул Бердиев, Петри Карачаева, Черкесия, Карачаевск.